Доброго дня, шановные телеглядачи. На разе мы будем разговаривать про МАФы. И в студии у нас депутат Славянской Минской Рады Ольга Алтунина. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Вопрос МАФов. Ну, как бы не самый актуальный вопрос для всей громады, но тем не менее вопрос остался. Буквально в понедельник была сессия, на которой опять поднимался этот вопрос. Мы вас пригласили в студию, потому что именно ваша фракция была как бы инициатором вообще вопроса, проблемы МАФов в Славянске. Вот что вы тогда... Давайте начнем оттуда. Что вы тогда хотели? Почему вы подняли этот вопрос? Вопрос МАФов был поднят, ну, учитывая, что я юрист, и я очень много лет работала в отрасли земельного права. И когда впервые мы пришли в городской совет, я посмотрела решения. Я как юриста ценила, что эти решения незаконные. Я посмотрела практику по Украине. Оказалось, что все решения по МАФам отменяются, начиная с 2012, 2013-2014 годов. То есть практика по Украине. Очень многие города пошли по такой же схеме, как по нему пошел Славянск. И такие решения начали оспариваться правоохранительными органами. И поэтому наша задача была там не борьба с МАФами или с бизнесом, да, а борьба была скорее со своими коллегами-депутатами с властью, что решения должны приниматься законно. Что мы издаем массу решений, которые завтра сможет оспорить прокурор или любой другой гражданин громады. Как сейчас у нас очень такая практика пошла популярная, да, о том, что решения оспариваются. То есть фактически, что получается? Городской совет дает землю для размещения малого архитектурного сооружения. Любой бизнесмен, хороший бизнесмен, вкладывает туда деньги, да, строит какое-то, ставит какое-то сооружение, облагораживает плитка, освещение и так далее, заводит туда электроэнергию, то есть делает сумасшедшее вложение, но сам не знает, что завтра это могут отменить. Поэтому мы много, долго, в течение полугода обращались к своим коллегам, что мы подставляем бизнес. Вопрос был и, ну, собственно, в том, что решения в таком виде принимать уже нельзя, потому что мы подставляем бизнес, влечет за собой у них расходы, и потом, естественно, недовольство, когда прокуратура это оспаривает. И одновременно с нами, немножко там раньше, за полугода, прокуратура действительно начала такие договора оспаривать, и больше десятка таких договоров было оспорено. И, конечно, это вызвало возмущение у бизнеса, что нам городской совет дал, есть законные решения, и тут нас оспаривают, заставляют освобождать земельные участки. Законодательство для всех одинаковое. И вина городского совета, что принимались такие решения. И фактически мы виноваты в том, что бизнес возмущен. Проблему нужно разделить на две части. Проблема в том, что такие решения были, и проблема в том, как бизнес стал исполнять это решение. То есть тех договора, которые мы выдавали, выдавал городской совет, бизнесмены не открывали и не читали. То есть они не понимали, что это временное сооружение. Многие из них начали строить капитальное сооружение. Ну или кривили душой, или хитрили, но во всяком случае говорили о том, что здесь мы можем строить. И многие из бизнеса построили капитальное сооружение. И дабы уйти от ответственности, от наказания, и от того, чтобы завтра это снесли, они оформляли через государственный архитектурно-строительный контроль право собственности, вводили в эксплуатацию капитальное строение, хотя в вашем вопросе уже, да, о временных сооружениях, уже в названии содержится ответ, это временное сооружение. Но они строили капитальное сооружение, вводили через газ в эксплуатацию, и дабы у них завтра это все не отобрали, они делали куплю-продажу, и в этот момент отменить уже, и отобрать это уже невозможно. И второй вопрос, это все-таки поступление в бюджет. То есть если сначала говорили о том, что это наш бизнес, нужно его поддерживать, потому что они оплачивают в бюджет налоги. При проверке, при сотрудничестве с налоговой инспекцией выяснилось, что и платежи такие незаконные, и поступать они в бюджет не могут, и нет определенного счета, и нет контроля, и эти деньги налоговая обязана будет вернуть в случае написания соответствующего заявления субъектам хозяйствования, и круг замкнулся, да, и прокуратура говорит незаконно, и земельный кодекс говорит незаконно, и суды подтвердили, что незаконно, и налоговая говорит, что деньги тоже получить в бюджет невозможно. Но мы получили... Вот прошло полгода. Вроде как было принято, ну как бы сказать, намеревались какую-то сделать карту, мафов как минимум, генплан какой-то там, и плюс как-то решить вопрос налогами. Ну насколько я так понимаю, ничего не решено. Ну из этой проблемы выйти, из этой проблемы уже невозможно. То есть нужно принять ее как данность, уже у кого-то малая архитектурная форма, эти временные сооружения уже стоят, договора заключены, те, которые не оспорены прокуратурой, и они продолжают пользоваться до истечения срока этих договоров. Налоговая вопрос по плате так и не решит, и невозможно решить, потому что на уровне законодательства самого решения этого вопроса нет. Писались очень много запросов в министерство финансов, и так далее, и вопрос остался открытым. То есть вопрос за аренду земли, вот по-хорошему они же арендуют у города кусочек земли, за который должны куда-то платить. Вы правильно сформулировали аренду земли. Вот в этом и разница между тем договорами сервитутов, которые заключались, сервитуты это право прохода проезда по чужому земельному участку, и аренды. Вот поэтому прокуратура испаривала, если бы была аренда, то взымалась бы арендная плата, естественно оплатила бы в налог, в налоговую, ну в бюджет местный, и тогда бы вопросов не было. Поэтому сам вопрос к формулировкам, которые были в решении городского совета, и к форме договора. Поэтому была создана временная комиссия, которая все-таки понудила субъектов хозяйственного уплатить по этим договорам в бюджет, но они фактически депозитно висят на счетах налоговой до сих пор, и мы не можем ими пользоваться. То есть так вопрос и остался открытым. Что касается капитальных сооружений, которые были построены незаконно в городе, тоже была проведена их инвентаризация, были таких, у меня передо мной это решение городского совета, таких сооружений насчитали 7 незаконно построенных, и городской совет подал в суд о том, что освободить незаконно занятый земельный участок и снести незаконно построенное строение. Но помните, я вам говорила о том, что они не только ввели в эксплуатацию и оформили право собственности, они еще сделали куплю-продажу, то есть продали свои объекты. Тот, кто приобретает, он является законным владельцем, и оспорить очень сложно, достаточно сложно. Здесь больше вопрос, скорее всего, к ГАСКу, к тем людям, которые выдавали соответствующие документы, имеется в виду наша архитектура, и городской голова, если вы слышали на последней сессии, сказала о том, что есть ряд вопросов к подделке документов со стороны городского совета. Сейчас эти документы находятся в милиции, в прокуратуре. Все равно все в руках депутатов. Все в руках сессии городского совета. То есть, да, сделали договора. Да, сделали хорошо договора сервитута. В конце концов, наверное, можно как-то отменить эти договора решением. А у людей там бизнес. У людей там бизнес. Это не значит, что забрать бизнес. Это значит, что отменить эти договора и сделать какие-то другие договоры. Совершенно верно. Вот в этом я с вами абсолютно согласна. Такую схему, не схему, а такой выход из ситуации мы предложили городскому главе. Решение этому вопросу есть. Это предусмотрено земельным кодексом, земельные аукционы. На сегодня другого варианта нет. Потому что земельный кодекс говорит о том, что есть только ряд видов целевого назначения, когда можно без аукциона. Это когда там религиозное сооружение, когда мы там в частную собственность отводим для жилого дома, для садоводства, для дачи, для гаража, там аукционы не нужны. Все, что касается коммерции, только через аукцион. Для этого города нужно просто принять волевое политическое решение. О том, что да, мы готовы играть в аукционы. И тогда бизнес пойдет навстречу, и он готов будет вкладывать деньги, когда он будет знать, что у него законные документы, когда у него договор аренда, и желательно, чтобы этот договор был долгосрочный. Почему? Потому что когда у человека на руках договор аренды, долгосрочный, он будет знать, что ближайшие 20 лет – это его земельный участок. Тогда он проведет благоустройство. Тогда это будет красивое сооружение. Тогда соответствовать определенному архетипу, который хочет городской совет видеть на своей территории. Тогда там будет и освещение, тогда будут там и урны. Он будет знать, что он здесь всерьезо надолго. И тогда мы, во-первых, дадим сигнал бизнесу о том, что город открыт, и город готов принимать инвестиции, что можно строиться здесь, у нас можно развивать свой бизнес. Это было бы очень хорошим выходом из ситуации. А как это бы относятся другие депутаты? Вот, допустим, вы свое решение подали городскому голове. Ну, у нас 40 депутатов. Ну, учитывая, что большинство у нас одной из партий, то принципиальное решение, ну, должна принять эта партия в главе с руководителем города. Ну, то есть пока еще решение не принимается. Пока еще политического решения такое не принято. И вопрос завис. Но я еще спрашиваю, потому что, в общем-то, как бы, поскольку на Славянске не назовешь городом промышленного, бурного промышленного развития, то сегодня, наверное, каждое рабочее место, которое создано этими предпринимателями, и это было одним из постулатов, которым выдвигали свою защиту, собственно говоря, предприниматели, что, смотрите, мы создаем рабочие места. Тем более, что у некоторых это были места, на которых работали переселенцы. Ну, как бы, уже там 5 человек, 10 человек. Ну, каждое, в общем-то, место ценно. Это уже человек может сам себя каким-то образом обеспечивать. И если предприниматели, у которых были договора серветута, то есть они как бы остались работать на этом месте, в общем, то те, которые действительно незаконны, у которых не было договоров, те все-таки мафы убрали. Убрали, значит, решили людей все равно этих трудовых мест. А почему было бы не убрать, допустим, их, а, ну, допустим, платили бы они штрафы. В общем-то, я знаю некоторые, которые платили бы штрафы и по 1300 гривен в месяц, и больше, может быть, платили. И бизнес бы работал, люди бы получали бы зарплату, и все было бы, пока бы, в конце концов, вот, через полгода, через год, все-таки, сессия нашего городского совета не приняла бы какое-то решение, которое позволяло бы им каким-то образом выйти из этого тупика. То есть, если я правильно поняла, вопрос в том, что пусть бы они незаконно стояли, но там бы были рабочие места. Да, были бы рабочие места, но они бы платили бы штрафы. Вот каждый месяц штраф. То есть деньги бы поступали бы, да, нет, такое-то самое. Они готовы, они уже там, они, у них все, у них срослось, работают до какого-то окончательного решения, потому что, в принципе, кроме того, что они, ну, незаконно, они не могут легализовать этот бизнес, потому что договоры с сервитутой они уже тоже не могут подписать, да? Да, уже закончилось. Получается, вот, ситуация абсолютно тупиковая. Нет выхода. Ну, выход есть всегда. Ну. Любые вопросы можно решить. Что касается вашего предложения о том, что давайте пусть они незаконно стоят и платят штрафы. Это даже не мое предложение. Это даже не мое предложение. Это их предложение. На сегодняшний день существует единственная процедура, каким образом можно привлечь к ответственности за незаконное использование земли. Не штрафы, это уголовная ответственность. Трех лет решения свободы. Согласны ли они на такую? Законодатель только одну схему незаконного использования земли. Но все равно, если депутатский корпус никак не может принять это решение. То есть, собственно говоря, для чего мы вас выбирали, выдвигали? Для того, чтобы вы находили решение все-таки? Ну, от нас решение есть. Вопрос только в политической воле городского головы. Я думаю, что этот вопрос назревает. Он уже, ну, я думаю, что городской глава понимает, что дольше тянуть уже невозможно. Можно дать возможность бизнесу работать. А вот что с этим чалом? Что с этим замечательным мафом, который так, можно сказать, скоростным методом возник? Потому что я просто хожу по этой улице, вот я иду с утра, смотрю там земелька, потом пришла комиссия. К вечеру еду мимо, уже каркас стоит. То есть, ну, можно сказать, советскими темпами. За пятилетку перевыполнили, да? За пятилетку, за, не знаю, за два часа. Ну, я так и знаю, мнения разделились. Одни говорят, давайте пусть бизнес работает, ну, вот как вы сейчас говорите, пусть работает, пусть там будут рабочие места, но незаконно, да? А другие говорят, ну, почему он это сделал, если уже паспорт привязки закончился, договор аренды тоже. В этом решении, о котором я вам говорила, помните о комиссии, которая работала? Вот она паспорта привязки аннулировала еще несколько месяцев назад. Что касается именно этого предпринимателя, предприниматель ведет себя очень дерзко. И из тех семи капитальных сооружений, помните, о которых я вам говорила, вот два его. Ну, то есть человек узнал схему, и он по этой схеме идет. А городская власть, как бы, показывает свою беззубость полную, о том, что не может защитить городскую землю. У человека на руках практически документов нету. Паспорта привязки нету, договор аренды, договор серветута, опять серветута, который временное сооружение у него закончился. Но несмотря на это, человек не только за эти дни успел установить МАФ, он еще и оформил право собственности. Я думаю, дальше комментировать не стоит. Это просто наплевал на все законы, существующие на все, и поставил то, как он видел, как ему хотелось. Действительно, наплевал на все. Но тогда получается, что не только право собственности, чтобы оформить право собственности, тут же, наверное, и другие какие-то учреждения, работники учреждений, допустим, того же, не знаю, БТИ, нотариусы, как это? Ну, пока на данном этапе вопрос только к государственному архитектурному строительному контролю, который узаканивает такие строения. Согласно у них действующего в их отрасли законодательства, документам, которые являются основанием для ввода в эксплуатацию строения, может быть только ГОСАК на землю, если по-старому, да, право пользования землей на основании ГОСАК, право постоянного пользования, или договор аренды. У него таких документов нет, у него был только договор серветута, который не приравнивается к договору аренды. Каким образом ГОСАК ввел в эксплуатацию? Ну, это вопрос, скорее всего, к ГОСАКу, и, скорее всего, что это уголовная ответственность. Кто возьмет на себя смелость инициировать этот вопрос? Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Но реакция должна быть и у государственных структур, и у правоохранительных органов. Такие моменты нужно пресекать. Завтра весь город будет застроен хаотично по желанию самих предпринимателей, как они себе хотят. Но тогда должна власть понимать, что если она не сделает законных шагов и не дает возможность бизнесу развиваться, то так будет дальше. А почему, опять-таки, депутатский корпус не может подать в суд, в конце концов? В суд подали. По последней ситуации, которая вот по последнему мафу, будет выдерживаться процедура. То есть, ну, есть процедура для того, чтобы подать в суд, нужно подготовить документы. Пока эта процедура проходится. 20 дней нужно, чтобы повисело на сайте. После этого будет предупрежден. После этого есть возможность снести такое сооружение. Но, опять же, теперь оно у него капитальная собственность. Что касается тех предыдущих, которые стоят возле ДК Ленина 1, одно капитальное строение, одно на Батюка 30, то по ним поданы иски в суд. Городским советом еще в мае месяц, и сейчас эти иски рассматриваются в хозяйственном суде. Но перспектива у них небольшая, у этих исков, потому что он перепродал эти объекты. То есть, здесь вопрос к правоохранительным органам, потому что здесь нотариусы, не пойми, как сделали сделку. ГАСК как оформил, кто выдавал справки о присвоении почтового адреса, киоску, который можно перенести. Ну, то есть, здесь вопросов и к должностным лицам местного самоуправления много, и к ГАСКу, и, соответственно, к нотариусу тоже. Ну, и тогда, опять-таки, полгода назад, стоял вопрос о создании комплексной системы, где будут нарисованы все мафы, обозначены все мафы, и она будет в интернете у нас, как бы можно будет с ней ознакомиться, вот что с этим. Чтобы она была доступна. Действительно, такое решение было городским советом принято, потому что необходимо было упорядочить, да, очень много было жалоб. К вам, помните, обращались в репортаж, вы выезжали на улицу Чубаря, не знаю, как она сейчас называется, ну, вот там на пятаке возле восьмой школы, да, выезжали со своим репортажем, очень много было жалоб, да, люди не всегда хотели у себя под окнами видеть эти киоски. Поэтому городским советом было принято решение разработать новую комплексную схему, и каждый депутат, поговорив со своими избирателями, определил, где они хотели бы видеть, где возле дома близко нужны такие малые архитектурные формы, ну, временные сооружения, где не нужны. И сейчас заказана такая комплексная схема, скоро она будет готова. Единственное, теперь нужно будет правильно оформить дальше, чтобы не было дальше вопросов у правоохранительных органов, и могли бизнес мог развиваться. Большое спасибо, Ольга, что к нам пришли. Спасибо вам. Надеемся, что дальше все равно будет свет в конце этого туннеля, и люди смогут, с одной стороны, честно зарабатывать свои деньги, с другой стороны, не мешать развиваться городом. Спасибо вам большое. Всем нашим телоглядачам дякую за то, что было с нами, ну и оставайтесь далее.